Любой, кто когда-либо занимался публикациями в СМИ, рано или поздно задается вопросом, насколько эффективно он это делает. Меня зовут Александр Нигматуллин, я занимаюсь публикациями в СМИ уже 10 лет, и сегодня я расскажу о методах оценки эффективности публикаций в СМИ. Независимо от того, занимаетесь ли вы пиаром самостоятельно, либо у вас есть специальный, но обученный человек, либо вы наняли пиар-агентство, вам всегда будет интересно, насколько эффективно это делается. Какие же существуют подходы к оценке эффективности публикаций в СМИ? Самый простой подход, это просто считать, сколько СМИ о вас написали. Чем больше, тем лучше. Но этот показатель никак не говорит о том, насколько качественные СМИ о вас написали. Если я вас написал какой-то сайт посещаемостью 10 человек или миллион, они все идут под одну гребенку в общем подсчете. Следующий подход, вы можете оценивать, сколько охват аудитории, количество контактов потенциально, которое увидело вашу статью. Считается просто, вы просто берете аудиторию, общую аудиторию сайта и считаете, что все люди, которые пришли на сайт, прочитали вашу статью. Метод неэффективный, потому что этот далеко не так. Читают статьи конкретные далеко не все, кто пришел на сайт. Следующий подход, PR-value. То есть вы оцениваете, сколько бы вы заплатили денег, если бы купили статью в этом конкретном СМИ. Подход интересный. То есть, грубо говоря, если вы знаете, что статья на каком-то сайте стоит 1000 долларов, если вы там опубликовались бесплатно, значит вы сэкономили 1000 долларов. Но недостаточно прозрачный, потому что рекламная статья и PR-статья не всегда одно и то же. Можно оценивать эффективность публикации по охвату статьи. То есть, сколько конкретно человек посмотрело статью. Метод очень классный, но проблема в том, что далеко не все сайты говорят вам, сколько же человек посмотрело их материал. Поэтому сложный для расчета. Нельзя узнать это по каждому конкретному сайту. Если перемножить все публикации в рамках одной рекламной кампании, можно увидеть охват общей кампании и таким образом понять, насколько эффективно она была проведена. Следующий подход – это решить конкретные PR-задачи. То есть, вы ставите задачу PR-щику получить статьи, чтобы потом можно было подготовить статью в Википедии. Либо вы ставите задачу перед PR-щиком достичь серм-эффекта. Кстати, о серме слушайте больше в другом видео Тараса. То есть, вам нужно, чтобы по вашему запросу вашей кампании в поисковой выдаче были только позитивные статьи. Если задача достигнута, значит эффективность PR-а решена. Можно проводить маркетинговые исследования, но этот метод подходит для больших компаний. То есть, например, Coca-Cola может проводить исследование, насколько популярен ее бренд после какой-то рекламной активности в рамках одного года. Если он вырос на несколько пунктов, можно говорить, что PR-компания была успешной. Но метод подходит только для больших компаний, потому что он работает только на больших цифрах. Мы же рекомендуем использовать подход PR-поинтс. Он заключается в следующем. Каждая публикация в СМИ имеет определенное количество баллов, которые рассчитываются по формуле. Качественный показатель конкретного СМИ, где вы опубликовались, умножить на качественный показатель выхода в конкретном СМИ. И умножить на новизну медиа для вас, либо на какой-то другой важный для вас показатель. Давайте же разберемся, как рассчитывать каждый из этих показателей. Как рассчитывается качественный показатель сайта? Его можно рассчитывать, исходя из двух параметров. Первый подход по трафику. Грубо говоря, вы раскидываете все СМИ, в которых выходите, на несколько уровней тайеров в зависимости от их посещаемости. Например, если посещаемость сайта больше 2 миллионов, вы присваиваете ему тайер 1. И, соответственно, индекс будет 10. Если СМИ посещаемость от 100 тысяч до 2 миллионов, то это тайер 2, и индекс будет 5. Если меньше 100 тысяч, то это тайер 3, и индекс будет 3. Другой подход – использовать Ahrefs DomainRank. Вы просто берете Ahrefs DomainRank конкретного сайта, делите его на 100, и добавляете плюс 1, и получаете DQI для расчета в нашей формуле. А сейчас мы разберемся, как рассчитывать MQI – Marketing Quality Index конкретной публикации в медиа. То есть, качественный показатель выхода в конкретном медиа. Методы, которые используем мы, вы сейчас видите на экране. Вы можете их использовать, либо адаптировать какие-то, которые подходят лично для вашей компании. Например, для нас важен вопрос, кто инициировал выход в конкретном СМИ. Если это сделал наш пиарщик, то это самый высокий коэффициент. Если медиа публиковала по своей инициативе, этот коэффициент может быть чуть ниже. Если мы заплатили за статью в СМИ, соответствующий коэффициент тоже применяется. Либо это просто перепечатка, то это самый низкий коэффициент по конкретно этому показателю. Дальше мы можем оценивать видимость статьи. То есть, для нас важно, чтобы статья вышла в более видимой части сайта, а не где-нибудь на задворках. Поэтому публикация в видимой части будет иметь больший коэффициент. Также важно, как упомянут наш бренд в конкретной статье. Если упомянут широко с регалиями, то это хорошо. Если просто название, то это чуть хуже. А если просто сослались на нас, то это имеет самый низкий коэффициент. По-разному можно оценивать и формат упоминания. То есть, если вышла конкретная статья, посвященная вашей компании, либо обзору вашего сервиса, это может иметь самый высокий коэффициент. Если вы участвовали в каком-то опросе, либо в экспертной сессии, то этот коэффициент будет ниже. Также, если вы преследуете цели SEO, для вас важна, какая ссылка на ваш сайт будет в статье. Кстати, по поводу линкбилдинга смотрите другое видео Тараса. То есть, если ссылка будет dofollow, то коэффициент у этого показателя будет выше. Для нас крайне важно, чтобы постоянно выходили статьи на новых сайтах. Поэтому новизна сайта для нас вынесена вообще в отдельный показатель. То есть, если сайт о нас написал один или два раза, то это самый высокий коэффициент. Если писал 2-5 раз, это чуть ниже. А если пишут о нас постоянно, этот коэффициент этого выхода будет самый низкий. Почему так? Потому что некоторые пиарщики привыкают к тому, что какое-то медиа прикормлено и постоянно пишет о вас, а вам, как собственнику бизнеса, это может быть невыгодно. Вам интересно всегда пробовать новые площадки. Итак, какие же плюсы и минусы этого подхода? Главный плюс, что его легко считать в таблицах. Сначала вам нужно потратить время на настройку, но потом это легко зашивается в таблицы и формулы. Вам только нужно добавлять нужные публикации и проставлять для них соответствующие коэффициенты. Его легко адаптировать для любой компании. То есть, если для вас важно, например, не те показатели, о которых я рассказал, а, например, важно, насколько хорошо делятся вашей статьей в социальных сетях, вы можете это тоже зашить в коэффициент. Либо вам важно, какой тон статьи – позитивный, нейтральный, негативный – это вы тоже можете зашить в этот коэффициент. Либо вам важно, была ли цитата руководителя. Это тоже можно зашивать в повышающие или понижающие коэффициенты. Его можно легко сравнивать, этот показатель, в разных периодах. То есть вы можете поставить план пиарщику, достичь в этом месяце общую сумму пиар-поинтов 100 штук, либо 150, в зависимости от того, что было за предыдущие периоды, и смотреть, насколько эффективно пиарщик, либо пиар-агентство работает. А также можно сравнивать разные команды сотрудников. Например, если у вас есть несколько команд пиарщиков, они, соответственно, добавляют в общую таблицу свои показатели, и вы потом видите, кто из них круче работает, кто больше поинтов набрал. Соответственно, можете привязывать это к KPI конкретных людей и давать им за это бонусы. Какие же минусы? К сожалению, пиар-поинтами сложно мериться с другими компаниями, потому что для разных компаний разные показатели могут быть важны. Поэтому это работает только в рамках одной компании. А также иногда сложно подобрать в самом начале коэффициенты, что же для вас важно, что для вас не важно. Но это все тоже легко адаптируется. Сначала, может быть, вы сделаете ошибки, но из-за того, что все это мы прилагаем делать на базе формул, вы легко потом поправите и предыдущие данные. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал «Анатомия продвижения» для того, чтобы узнать, как эффективно продвигать ваш бизнес в интернете. Бонусом от нас будет таблица с пиар-поинтами, которую используем мы в работе. В эту таблицу вы сможете добавить свои статьи и посмотреть, как они отображаются по графику пиар-поинтов.